Привет, мои хорошие ребятулики и девчули. Значит, вчера произошла такая встреча интересная. Идем с камрадами по полю. Смотрю, за 200 метров вроде как человек, но его тяжело было опознать, потому что он как бы такой, я подумал, бомж сидит. Худенький такой, очертания лица только когда он поворачивал. Ну, это очень тяжело понять, потому что 200 метров и лес, и такое, знаете, как очертания только. Понятно, что вроде как человек. Но мы-то глазастые, я всегда смотрю по сторонам. Почему я всегда говорю, камрады, в лесах, на полях, смотрите по сторонам, потому что очень многие капачи вообще не видят, что происходит вокруг. То есть вот так подойдут, по башке дадут и все, и даже не поймете кто. Потом спросят, а кто цебув? Ага, подхожу, поздоровался, здравствуйте. А, смотрю, у него в рюкзаке искатель. Говорю, здравствуйте, вы тоже капач? Он говорит, да. Я говорю, ну-ка, а смотрю, он грязный такой, руки грязные, лицо грязное, вот знаете, как у чертенка такого. Думаю, ну как-то вот, я вспоминаю случай, когда я еду на машине, останавливает меня гаишник. Говорит, я вот не могу понять, почему вы такой грязный? А я с раскопок воду с собой не взял, руки в грязи, морда в грязи, одежда грязная. Говорит, и чего вы такой грязный? Он говорит, рассказывает историю, значит, приехал он с ночевкой, сам он проживает в городе Чугуев, Харьковской области. Приехал с ночевкой и получается, что развел костер, набухался, взял с собой бухло, набухался, заснул и чуть не сгорел. Представьте, у него порвана одежда, велосипед, слава богу, тоже не дешевый, чуть не сгорел. Все лицо обуглено, набуханный, бухой. Ребята, а я говорю, а как же так? Я просто почему знаю, у меня капачи знакомые, они тоже пьют на, ну холодно, согреваются. Вот так вот набухиваются и вот так происходит. Почему люди сгорают в домах, почему люди вот так свою жизнь тратят, потому что в пьяном угаре умирают. Вот так, забыл там бычок потушить, забыл заслонку убрать с печи и люди сгорают. Вот это все приводит алкаши Шакиревичи. Я говорю, так а как же вы, да вот, говорит, ну вот так, набухался, говорит, слава богу, потерял ключи, потом металлоискателем их нашел. Сам ездит, представьте, сам. Я говорю, а какой у вас прибор? Он говорит, евро айс триста пятидесятка. То есть, вот представьте, это хорошо, что мы там не грабижники. Забрать у него прибор мне стоило там, грубо говоря, полсекунды дать ему в подбородок, забрать велосипед и прибор. То есть, к чему говорю, что если вы ездите на раскопки, ну хотя бы вот с собой что-то берите, там нож какой-то. Ну как вот сам человек ездит ночью ночует. То есть, людей неадекватных, такое количество. Я вам рассказал, когда в лесу едет парень, а мы с комрадом в черном лесу, там нету никого. И слышу, кто-то едет по дороге. Едет мопедист, полностью заряженный с искателем, тоже, кстати, евро айска. И говорит, останавливается, говорит, привет, комрады. Я говорю, о, привет, вы что-то нашли. А у него, ну представьте, мопед, полное снаряжение. Он такой тоже щипленький, маленький. То есть, забрать у него прибор и мопед не стоит вообще никаких трудностей. Ну как-то вот для меня это странно. Человек сам ночует, не имея там, ну вы бы его видели, там килограмм 65 весу, еще и бухой. Он говорит, сигарет у вас нет. Я говорю, да мы не курим. Ну, в общем, вот такая вот встреча на прииске нашем произошла. Ребята, перекопано все. Ездим уже в лес, заходим по 10 километров. Яма на яме. Все перебито, перекопано. Люди ездят, вот так вот садятся на велик и едут с ночевкой, выбивают просто. Ну, выбитых мест, конечно, не существует, но решил вам рассказать вот такую историю. Все, мои хорошие. Не пейте, вообще не пейте, не курите, не колитесь, не нюхайте клей. За здоровый образ. Кто со мной согласен, ставьте лайкосы. Пошла мацовка. Пошла мацовка. Продолжение следует...